Прекрасный сад и дикие джунгли Прекрасный сад и дикие джунгли Сколько бы страны ЕС не ограничивали себе возможности сотрудничать с нашей страной, как бы они не тешили себя иллюзией санкционного развала нашей экономики Вообще очень интересно, если послушать Обаму, наша экономика уже давно порвана в клочья, уже лет сколько? Десять назад, да, наверное? Плюс-минус Он же сказал, все, разорвали Теперь, оказывается, они не знают, что бы еще придумать, чтобы все-таки, наконец, разорвать Абсурд, глупость, безумие Вы выбираете сами то, что вам ближе Но сколько бы они ни старались все это выполнить, исполнить, придумать, для нас это ничего не изменит Мы адаптировались к новой реальности, есть реальные цифры, показатели В Евросоюзе и сами признают, что арсенал средств давления на Россию, в принципе, исчерпан Также они признают, что цель декларировалась как коллапс российской экономики и политическая дестабилизация А признают теперь, опять же, что ударили по самим себе, наша экономика выстояла А они сейчас только и думают, как самим себе еще больше каких-то льгот, кредитов и возможностей Выделить в связи с падением не то, что темпов экономического роста, а просто системными кризисами Некоторые страны-члены ЕС, из тех, что, видимо, посмелее, у кого еще хватает голоса для того, чтобы себя отстоять Прямо заявляют, что рестрикции наносят экономике Евросоюза больший урон, чем России Как вы слышали о наших и представителей правительства и экономистов, экономика вернулась, я имею в виду, экономика России вернулась на траекторию роста инфляции минимальная Безработица находится на рекордно низком уровне Кроме того, благодаря западным санкциям произошла кардинальная перестройка наших внешнеэкономических связей Она укрепила экономический суверенитет России Совершенно не означает, что у нас нет проблем, что мы не ощущаем то безумие, которое наращивает Запад Конечно, все это есть, это все тоже реальность, но это все на данный момент сумели преодолеть Теперь ЕСовцы поняли, что ударили по самим себе в первую очередь И очевидно, что они ищут какой-то выход из сложившейся ситуации И у меня такое ощущение, что теперь они после своего собственного фиаско, после фиаско своей собственной политики на санкционном направлении хотят сорвать злость просто на третьи страны Судя по многочисленным комментариям из Брюсселя и других европейских столиц, упор в очередном пакете планируется сделать на вторичных санкциях против тех стран, которые отказываются следовать диктату ЕС в плане соблюдения его односторонних антироссийских ограничительных мер На самом деле это тоже предлог, есть такое ощущение, что они хотят просто расставить вот эти контрольные маячки по всему миру И что используют для этого предлог в виде антироссийской деятельности А на самом деле это такая политика накидывания контрольной какой-то сетки на те регионы мира, которыми они точно не должны управлять, понукать или над которыми они должны давлеть О чем это говорит? Опять же логика прекрасный сад и дикие джунгли Одни живут за счет других, одни вот этому самому золотому миллиарду все должны, а остальные в общем должны обслуживать любые капризы золотого миллиарда Это не уважение, это пренебрежение интересами суверенных государств Санкции Запада в отношении нашей страны, как вы знаете, нелегитимны, незаконны, они противозаконны Они были приняты без вообще какого-либо участия Совета безопасности ООН Разрабатываемые сейчас экстерриториальные ограничения нелегитимны вдвойне Это вообще какая-то гибридный удар по международному праву И конечно такое высокомерное поведение Евросоюза еще больше оттолкнет от него другие страны и укрепит тенденцию к формированию многополярного мира